Приветствую вас, мои дорогие, уважаемые, любимые мои, подписчики, гости, странички. С вами природная ведущая Татьяна Любимова. Не путать ни с какими Людмилами. Любимова – это фамилия. Любимова ТВ Татьяна Викторовна. Итак, помните считалочку? Ну, точнее, гадание на ромашке. Любит, не любит. К сердцу прижмёт. Обнибит, поцелует, к чёрту пошлёт. Сегодня, прям так и погадаем. Вот смотрите, это правая карта. Ну, точнее, левая карта – это ваш партнёр. А вот эта карта – правая, ну, точнее, левая. Она не важна. Что я кручу-верчу, всех запутать хочу. Это ваша карта. Пока мы их просто рядышком складываем вот так. Бережно. Далее. Просто расслабьтесь, сосредоточьтесь на прекрасном. Вариантов у нас не будет. Сейчас мы просто проверим, чего же там, как там, чего же он на самом-то деле. Да? Итак. Любит, не любит, к сердцу прижмёт. Амнимет. Да поцелует. Или к чёрту пошлёт. Ну, подышали ровненько, ровненько, прировненько. Всё хорошо. Всё будет только лучше. Смотрим, у кого есть отношения, у кого непонятные отношения. Кто разбежался. Можете все смотреть. Просто анализировать, в случае чего, что там у вас произошло. Или давайте посмотрим, что может произойти. Какой более вероятный исход ваших взаимодействий. Ну, на данное время и немножко такой на ближайший. Это общий просмотр. Поэтому надолго мы не заглядываем. Итак. Что же касается, любит он вас или не любит? Суд. Аркан, суд. Старший аркан. То есть вопрос любви для него дело очень серьёзное. Это большая, важная задача его жизни. Через трансформацию, девочки, через аркан, суд. Возможно, этот человек, который пришёл к вам, был женат. Либо сейчас женат. Ему нужно расторгнуть свои отношения официально. Возможно, вы стоите на пороге разрыва. Возможно, несколько раз вы расходились и сходились. Есть всегда шанс через зиму, условно говоря, через холод пробиваются цветочки, через негатив, через разрывы какие-то, через сложные ситуации жизненные. Верить в свет, знать, что за зимой придёт весна. Расцветут цветочки, пробьются ростки из-под снега. Вот так метафорично вы должны понимать, что в каком состоянии бы ни находились вы, ваши отношения с вашим партнёром. То, что касается любви, то росточки пробьются, могут пробиться. Все шансы для этого есть. Даже через расставание всё равно любовь возможна, чувства, эмоции возможны. И даже немножечко как бы на будущее. Нужно верить и надеяться. Хорошо, понятно, да? Не любят. Вот что? Но вдруг всё-таки превалирует сейчас? Давайте посмотрим. Для многих проиграется третий лишний соперница, жена-любовница. Вот на это «не люблю» может быть воздействие. Почему? Что происходит? Если сложные отношения, странные отношения. Аркан вот здесь стоит в позиции, здесь идёт как бы заморозка. С другой стороны «не люблю» тоже можно сказать. Замораживает «не люблю». Любят, любят. Но кто-то может действовать. То, что он себя не слышит, не хочет слышать, или кто-то очень сильно старается, чтобы он не любил. Понятненько, да? Дама-пик, королева мечей, соперница, ведьма. С плохой точки зрения, да? То есть колдовство, магия, которая разрушает, разрушительное соперничество. Кто-то тянет одеяло на себя. Хочет, чтобы человек с вами не был. К сердцу прижимает. Что у него на сердце? Смотрим. На сердце стабильность, радость. Радость от того, что он может делать, что он может предпринимать. Переключалочка. Такая хорошая для него. Это деятельность, это способность собирать урожай. Плоды своего труда. Вот в этом состоянии у него на сердце может быть легко и хорошо. И он даже может не думать, девчонки, о любви. Но это не надо. Человек достаточно серьёзный. Пусть он лучше будет работягой, пусть он любит собирать денежки, вот как этот виноград. Отличная карта. И она также сулит очень хорошие взаимоотношения, если вы проживаете вместе или собираетесь проживать. Это человек, который может обеспечивать. И он не будет в это время думать ни о ком. Ни о жене, ни о любовнице, как говорится. То есть на него здесь обижаться тоже не нужно. Стабильность, гармония, порядок. Нет особых эмоций. Но, наверное, и не надо. Но что касается любви, пока у него такое. Ну, может быть, оно в зачаточном состоянии, но должно же оно будет прозреть. Пока он счастлив и рад тому, что имеет и стремится к лучшему. Возможно, человек, конечно, подустал. Может быть, война ведётся между двумя девчонками. Такое бывает. Но, возможно, он прячется, где-то уходит в работу. И там он счастлив и рад. Замечательный в плане работы и самореализации. Обнимет. Вот что касается дружеских отношений или давайте здесь проверим, вот что у нас здесь. Карта опять денежка. Детки. Вы знаете, это может быть действительно отношения дружеские. Это могут быть рабочие моменты. Вам, возможно, с ним вообще какие-то дела делаете совместные. Или же оговариваете. Что-то, знаете, может вот двигаться. То хорошо, то плохо. Вот как на волнах, да? Ситуация, что воля, что неволя. Здесь вообще по пентаклям, ну, конечно, нелюбовная карта однозначно, но есть момент, что нужно уметь лавировать качели. Дети на качельках качаются, на грецком орешке, на таком плотном, да? Ещё и денежка у каждого. Вот в плане дружбы здесь как-то можно находить баланс, если что-то непонятно в любовных отношениях. Как-то можно с ним взаимодействовать ну, нормально просто, да, житейски. Даже если вы обижены. С ним можно что-то такое толковое, да, обсуждать. Как-то надо с ним аккуратно. Возможно, касается то, что касается его интересов. Ну, любит он деньги, значит, желательно поддерживать эти беседы. По поводу обнимашек здесь как бы на качелях. То есть, ну, дружеские моменты, да, возможны. Вот, кстати, иногда попадается по практике, что всё-таки человек в сомнениях, но в сомнениях денежных, материальных. Сможет ли он потянуть? А достаточно ли у него средств? Также какие-то вопросы, касающиеся стабильности. Возможно, он привык жить один и не хочет изменений. Ну, во всяком случае, резких. Трансформации у него, конечно, происходят. Всё-таки он понимает, что он может чувствовать и любовь. Но любовь также может ранить. И тут может быть какое-то противоборство. И, в принципе, по поводу денежек, дел, либо дружбы и общения. Да. Здесь можно. Человек может просто где-то что-то убегать и переключаться на материализм, на материальное. Старается чувства держать под замочком, пока он каких-то резких перемен в своей жизни не хочет. И думает, кстати, он о детях. Кто хочет сказать, может быть, о детях думает. Поцелую. То, что касается поцелуев. Ну, пусть это будет чувственность. Есть момент. Здесь выходят кубки. Всё-таки это эмоции. До поцелуйчиков он, конечно, может быть гораздо. Но самое интересное, страсть не показывают. Возможно, это ещё не те отношения, чтобы говорить о таком... Ну, здесь не страсть. Во всяком случае, уж прям не страсть, страсть. Всё-таки здесь более эмоции, что-то такое стабильное. Стабильные эмоции. Желание радости, желание совместного времяпровождения, каких-то досугов здоровских, возможно, если человек уже по возрасту, немножко постарше. В его где-то жизни сейчас кто-то уже либо внуков он имеет, либо радуется детям, каким-то успехам своих детей. Это тоже может быть. Возможно, даже ваших детей совместных. Или же думает о том, что вам нужно что-то посерьёзнее. Может быть, кто-то даже задумывается о создании семьи и уже даже так с потомством. Но самое интересное, страсти я пока не вижу. Но это хорошо, наверное, так и надо. Так, по поводу чёрта. К чёрту пошлёт. То есть, как совет, рекомендация. И давайте сейчас какой баланс всё-таки, куда нас притянет, плюс или минус. Ну, конечно, звёзды перевёрнуты. Но не будет он посылать. Разве что просто... Значит, время нужно однозначно. Звезда недосягаемая. Или иногда говорят, будущее покажет. Мы имеем в виду, к чёрту пошлёт. Но всё-таки по счеталочке, по годовню на ромашке. Ну, может, там безразличия нет, безразличия нет. Но просто иногда может быть холодность, потому что звезда – это достаточно холодная планета. Звёзды, они достаточно холодны. И есть какие-то препятствия. Но препятствия временные или требующие какого-то времени. И не задел хороший на будущее. То есть тут надо... Пройдёт какое-то время, ситуация может поменяться, и можно будет снова смотреть. А вот теперь давайте посмотрим его позицию. Королева. А дальше и ваша позиция. Мак. Девчонки, ну уж кто-кто, но вы-то точно должны знать, что вы можете им манипулировать, владеть ситуацией. Стабильности хочет, хочет понимания. Не хочет он эмоций и больших страстей. Не хочет. На данный момент и в ближайшее время. Может, всё, что я сказала по поводу эмоций, всё-таки у него они могут дальше развиться. Время и прочее. Вы великий магикан. Маг на вашей стороне. Но главное, чтобы ваше общение не было поверхностно. В погоне за умением как-то воздействовать и в погоне за магичность этого человека. Вот прям как хотите, так и думайте. Это может быть натуральная магия, а может быть это просто психологическое воздействие. Воздействие различные там курсы, кто-то девчонки проходят, всякие разные, да, как уметь манипулировать. То же самое, что курсы пикапа для мужчин. Ему нужна стабильная женщина, которая может и хозяйство содержать, и целительницей быть, души и тела. И она должна быть понятной, и не нужны ему излишние эмоции. Девчат, эмоции, то, что касается всё-таки хорошего времяпровождения, и деток. Возможно, те, которые уже родились, там, да, даже внуки появляются, ему это сейчас интересно более. Или же есть какой-то момент о создании семьи с рождением детей. Но пока вот это как-то выходит, вот то, что потомство, или какой-то здесь есть интерес и вопрос. Вот в этой сфере. И вам главное, чтобы вот в погоне за каким-то умением, за знанием, как с ним, что с ним, не упустить самое важное. Искренность. Потому что вы немножечко можете энергию свою не туда распределять. То есть хаотичность вашего движения может здесь наблюдаться. Тут нужно как-то быть более понятной для себя и для него. Вам больше пока это нужно всё. Он как-то вот в своей стезе, ну, я вижу пока, что у него всё-таки всё более-менее гармонично. Даже если он что-то обдумывает, это как-то касается стабильности, заземлённости какой-то. Работа, деньги, дети. Вот так. По этому поводу и вообще, если есть дополнительные вопросы, что-то нужно подкорректировать, уточнить, пожалуйста, на индивидуальный приём. Всех обнимаю энергетически. До новых встреч. Увидимся. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok